Сегодня, 1 апреля 2011 года, в независимой газете вышла статья господина Караганова «Не досталинизация, а модернизация сознания. Предложение Президентского совета по гражданскому обществу и правам человека – это реальный путь к национальному примирению». В тот же день на Русской службе новостей мой друг Владимир Семенович Овчинский, генерал милиции в отставке, доктор наук, блестящий профессионал, публицист и общественный деятель, выступил с резкой оценкой этой статьи, которую я полностью поддерживаю. В Вадиме Семеновичу было меньше времени для того, чтобы развернуто проанализировать текст господина Караганова, а я считаю, что в ущерб всему остальному моя обязанность заключается в том, чтобы этот текст еще и подвергнуть самому внимательному прочтению, чем я сейчас займусь. В популярной прессе, пишет Сергей Караганов, наш проект получил название «Десталинизация». Это неточно и политически неправильно, хотя суть проекта, естественно, в том числе и в десталинизации, и в декоммунизации российского общественного сознания и самой России. Термин «Десталинизация», пишет далее Сергей Караганов, «возвеличивает людоеда», он имеет в виду Сталина, и сваливает ответственность только на него, и уводит от истины, от сути того режима, наследие которого нужно преодолевать. И от сути той трагедии, которую пережил наш народ, на самом деле, пишет господин Караганов, речь идет об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении. Что касается увековечивания жертв гулагов и всего прочего, то никаких возражений у меня это не вызывает. Но о каком национальном примирении господин Караганов говорит, называя Сталина людоедом? У Сталина есть родственники. Людоед – это оскорбительная кличка. У Сталина есть сторонники. Есть общественные группы, которые считают Сталина своим героем. Он же не говорит им о том, что Сталина не надо героизировать, а надо оценивать объективно. Но он называет его людоведом. То есть попросту он этим людям плюет в лицо, хамит, оскорбляет этих людей и тут же говорит о национальном примирении. Мне кажется, что в этом есть очень важное доказательство сути переживаемого нами времени. Сути времени. Оно заключается в том, что любое, вводимое нашими либероидами, такими, как господин Караганов, понятие, на самом деле является отрицанием самого себя. Говорится, все время противоположное тому, что делается. Говорится о национальном примирении, но говорится в такой семантике, в такой лингвистике, в такой политической интонации, которая является пощечиной. Значит, говорится о национальном примирении, а на самом деле речь идет о разжигании гражданской войны. И розни внутри российского общества, о раскалывании этого общества, об эскалации конфликтов в нем. Вот о чем реально идет речь. И я предоставляю моим друзьям-юристам дать оценку подобным высказываниям и понять, насколько они являются корректными еще и юридически. Потому что, в конце концов, в любом случае, хотя бы с моральной точки зрения, позволять подобным образом раскалывать общество и осуществлять в нем эскалацию конфликтности, внутренней непримиримости гражданской распори было бы непростительно. Момент сейчас, поверьте, слишком ответственный. Что дальше пишет господин Караганов? Главная цель проекта, пишет он, — обеспечение модернизации сознания российского общества и российской элиты. Значит, господин Караганов с помощью проекта хочет модернизировать мое сознание. Соответственно, я должен твердо знать, что сознание господина Караганова именно модернизировано, не алкоголизировано случайным образом, не подвержено неким отклонениям от нормы, не возбуждено сверхмерой, а оно-то и есть эталонно модернизированное сознание. У господина Караганова не возникает ни тени сомнения в том, что он лично будет модернизировать других, и что тем самым он-то уж, конечно, является модернизированным человеком. А почему это, собственно, господин Караганов должен являться модернизированным человеком, если советскость и принадлежность к советской элите и советским институтам является синонимом демодернизации? Господин Караганов не принадлежал к советской элите, его семья не была интегрирована в советскую элиту, господин Караганов не представляет собой плоть о плоти этой элиты во всех смыслах слова. которые я здесь пока не буду разбирать очень подробно. Да нет, господин Караганов плоть от плоти этой эпохи. Прямая иллюстрация на тему, которую я уже устал, так сказать, повторять. Больной приходит к врачу и говорит, доктор, я вам должен сказать сразу и до конца всю правду. Я импотент. Он говорит, да и что? Нет, доктор, главное, что у меня это наследство. Он говорит, как наследство? Ну так, у меня и папа, и дедушка, и прадедушка. А вы-то, говорит, откуда? Я, я из Воронежа. Откуда господин Караганов с его абсолютно модернизированным сознанием? У него абсолютно партийно-элитно-советская семья. Он сам, так сказать, отнюдь не чурался всей этой партийно-советской деятельности. Так почему это вдруг он будет модернизировать чье-то сознание? И как это вообще в демократическом обществе можно делать, коль скоро нету эталона модернизированности сознания? Мы позовем психологов и проверим, у кого модернизировано сознание. Мы будем проводить тесты на IQ. Давайте, господин Караганов, мы с вами вместе проведем тест на IQ. И посмотрим, у кого оно выше. Это не очень, так сказать, репрезентативный тест, но как бы пустячок, а приятно. Значит, речь не о IQ, а в чем еще? Каковы нормы модернизации сознания? Когда-то Борис Николаевич Ельцин издал гениальный указ по поводу борьбы с фашизмом. Он дал указания всем, ГРУ, КГБ, ФАПСИ, всем структурам, что именно надо бороться с фашизмом. А в конце был приписан пункт Академии наук в трехмесячный срок разработать и утвердить понятие фашизм. Что такое модернизированное сознание, ради которого господин Караганов хочет осуществлять идеологическую кампанию на государственном уровне? Разве антисталинизм, антисоветизм и все прочее не являются идеологией? Разве эта идеология, как и любая другая, не может стать тоталитарной? Разве пятиминутки ненависти к Сталину, а потом десятиминутки или, так сказать, часовые оргии ненависти не являются столь же отвратительными, как и все остальное? О чем идет речь? О какой модернизации сознания? Кто сказал, что сознание не модернизировано? В каком смысле? Вы чувствуете масштаб элитного бреда, безумия, овладевающего не отдельным сознанием господина Караганова? Это вопрос его и его личного психоаналитика. Откуда этот почтенный человек вдруг обнаружил в себе такой заряд антисоветизма, антисталинизма и все прочее? Это вопрос коллективного безумия, что происходит с элитной группой, с классом. Они выслуживаются перед кем-то, я бы хотел знать перед кем. Они провоцируют кого-то, я бы хотел знать на что. Они просто сходят с ума. И так модернизация сознания. Господин Федотов будет модернизировать мое сознание. Районный оперуполномоченный будет модернизировать сознание господина Гегеля во имя нашего продвижения к световому модернизированному будущему, которое будет состоять в том, что у нас рухнут последние заводы, а обязательным предметом станет только физкультура. Вы чувствуете масштаб бреда? Вы не понимаете, что речь идет о том, что как возникает коллективный разум, он назывался когда-то, так сказать, сходит с ума. Модернизация сознания ни на техническом, ни на политическом уровне, пишет Караганов, невозможно без изменения сознания общества, взращивания народа, чувства ответственности за себя, страну, гордости за нее, пусть и временами горькой, нормального патриотизма. Оставим в стране пока нормальный патриотизм и чувство гордости, которое должно возникнуть после того, как будет возбуждено отвращение за 70 лет истории своих отцов и дедов. Вот когда отвращения за все это возникнут, и все это будет признано, так сказать, тоталитарной мерзостью, антропологической катастрофой, вот тогда, наконец, возникнет чувство гордости за свою родину. Это не Гоголь, это не Кавка, это круче. Но оставим пока даже это в стороне. Модернизация страны ни на техническом, ни на политическом уровне невозможна без изменения сознания. То есть я должен понять, что Королев, Курчатов и другие, среди которых были вполне, которые были, как мы знаем, вполне советскими патриотами, вопреки их личным, так сказать, человеческим неприятностям, по крайней мере, у Королева, да, это никак не помешало ему быть внутренне глубоко советским человеком. Другие известные мне великие ученые и инженеры, все они имели сознание немодернизированное на техническом уровне, а Караганов имеет сознание модернизированное на техническом уровне. Все великие инженеры, которые создавали нашу индустрию, все великие управленцы, которые создали беспримерный рывок, называемый русским чудом, они обладали немодернизированным сознанием. У Акараганова оно модернизированное. А это же ведь недоказуемый факт. Это личное мнение господина Акараганова, которое должен разделять. Почему? Потому что Акараганов входит в президентский совет. А это как называется? Это называется тоталитарное мышление. Господин Акараганов пишет статью против тоталитаризма на абсолютно тоталитарном языке, на суперорловском языке. Это надо читать и этому надо восхищаться. Потому что мы вновь въезжаем в это королевство суперкривых зеркал, именуемое перестройкой. На этот раз перестройкой 2. А перестройка это всегда безумие, искусственно вызываемое безумие. И так гордость за страну возникнет только тогда, когда ее проклянут. Вместе с отцами, дедами, великими свершениями на протяжении 70 лет, когда ее сновь превратят в черную дыру, растопчат на административно-государственном уровне. Тогда возникнет подлинная гордость. Горькая, настоящая, подобная, так сказать, крепкому, хорошо отстоявшемуся вину. Модернизационный рывок невозможен или крайне затруднен при нынешнем морально-этическом состоянии общества. Помилуйте, господин Караганов. Но нынешнее морально-этическое состояние общества в течение 20 лет формируется такими людьми, как вы, господин член президентского совета Борис Николаевич Ельцин, если мне не изменяет память. Это вы создали нынешнее морально-этическое состояние. Вы забыли, господин Караганов, что Советский Союз развалился в 1991 году. А десталинизация очередная по счету, Горбачевская, началась как минимум в 1987. Значит, уже прошло. 24 года, милый мой человек, 24, лапонька, за эти 24 года с 1917-го, прибавьте, это 1941-й. Только беспомощные люди ссылаются на пережитки прошлого, советского прошлого, советского тоталитарного сознания. Уже 20 лет нет этого тоталитарного сознания. Больше того, с ним борются уже 20 лет. И что же? Опять нельзя проводить модернизацию, пока не будет очередной раз осуществлена эта борьба. Насколько продлится? Еще 20 лет. И еще 20 лет нельзя будет проводить модернизацию. Вы хоть понимаете, что вы говорите? Мы предлагаем, пишет далее Караганов, я читаю подряд, подготовить политико-правовую оценку преступлений прошлого. Возможно, в виде официальных заявлений от имени исполнительной законодательной власти. А также, безусловно, необходимо авторитетное правовое решение по преступлениям прошлого. Вот пусть все, господин Караганов, и примут такое решение. Судьи, конституционные в том числе. Законодательное собрание, которому сейчас надо идти на выборы, так сказать, ибо оно состоит из партий. Вот пусть все они примут это решение, а мы на их посмотрим с близкого расстояния. На лица их, в глаза их посмотрим. В глаза нам они будут смотреть, эти принимающие решения. В глаза гражданского общества. В виде официальных заявлений авторитетного решения по преступлениям прошлого. Есть ли предложение подумать о новом названии того праздника, который сейчас зовется Днем Народного Единства? Превратив его, скажем, в День памяти жертв гражданской войны и национального примирения. Значит, национального единства мало. Выдумали праздник. Подшили его к смутному времени. Теперь этого мало. Теперь нужно поминать жертв гражданской войны. Всех жертв, господин Караганов. Вы, как бы, из искусствоведческой отчасти семьи. И помните великий фильм Анжио Вайде «Пепел и алмаз», в котором героя спрашивают, что, по полякам стреляешь? А тот отвечает, а вы по воробьям? Будем поминать всех жертв? Лозо тоже будем поминать? Необходимо, пишет Караганов, завершить юридическую реабилитацию граждан, пострадавших от репрессий. Ради Бога. Займайтесь этим сколько угодно. Ваше право. Мы вам не мешаем. Необходимо, пишет Андрей, есть идея о законе, о топонимике, для того, чтобы убрать из нашей жизни именно тех лиц, которые несут ответственность за репрессии. К вопросу об ответственности за репрессии. Никита Сергеевич Хрущев несет ответственность за репрессии? Да или нет? Господин Микоян несет ответственность за репрессии? Да или нет? Мы будем подробно, так сказать, осуществлять изменения-то по мимике по отношению ко всем деятелям. И докуда мы ее будем осуществлять? Памятники на кладбищах мы тоже будем топономизировать. И вообще-то говоря, всем этим уважаемым людям в условиях, так сказать, бомбардировок по Ливии и всего прочего, нечем больше заниматься, кроме как осуществлять очередную де-тот-пономизацию. До сих пор, пишет господин Карабанов, архивы открываются спорадически с огромными трудностями. Они остаются фактически закрытыми. Безусловно, ключевым моментом является максимально полное открытие архивов. Полностью поддерживаем. Вот это замечательный пункт. Открывайте архивы полностью. И мы их прочтем. Но у каждого из нас есть право после прочтения фактического материала сделать свои выводы. Как известно, при полной открытости западных архивов историки столетиями спорят о том, кем является Робеспьер или Наполеон. Есть разные школы, разные представления. Значит, одни из этих школ должны быть запрещены законодательными решениями. Но это называется тоталитаризм. Это-то и называется тоталитаризм. Запрет на мышление. Запрет на точку зрения. Запрет на суждение. Дальше. Чтобы российские ученые и граждане могли изучать и публиковать эти архивы. Чтобы в частности можно было писать такие учебники по истории страны, которые были свободны от прежних мифологем, потому что пока они очень живучи. Все великолепно. Но вы не чувствуете одну потрясающую, так сказать, запятую во всем этом деле? Архивы-то еще не открыты. Российские историки всего этого еще не написали. Мы, значит, еще к истине даже не приблизились, но уже осудили одних и восхвалили других, и стали восхвалять других. Это ли не выявление глубочайшей немодернизированности сознания господина Караганова. То, что он называет советским мышлением, это он сам. Господин Караганов борется с своим собственным мышлением. Это глубоко психоаналитический процесс. Змея, кусающая себя за хвост. Вот пусть он с ним и борется. Не с переживками в сознании других своих граждан, в частности, вашего покорного слуги, а со своим собственным сознанием, в котором голова уже вцепилась в хвост и поедает его лихорадочно. Потому что, я повторяю, еще архивы не открыты. После открытия архивов нужно 10 лет на то, чтобы серьезные ученые что-нибудь сказали. Это будет борьба разных школ. Еще через 10 лет мы получим новое качество знаний. Тогда можем высказать суждения, которые никогда не сойдутся. в одну единую точку. Но пока этих суждений нет и чего нет, и всего остального нет. Откуда нам знать, что есть истина и что есть заблуждение? Нет, мы уже знаем. Значит, это немодернизированный акт гносиологического характера, в основе которого и лежит поиск истины на основе определенных процедур и определенной последовательности суждений. это акт теологического характера. Это охота на ведьм, когда ты уже сначала знаешь прекрасно, что именно происходит, а потом ты открываешь архивы и позволяешь ученым-обезьянам копаться в бумагах. Но уже до этого ты вынес все вердикты. Что первично и что вторично для модернизированного сознания, которое, если мне не изменяет память, я внимательно читал Вебера, является сознанием рациональным. Сначала факты, потом исследования, потом оценки, потом суждения. Нет, сначала суждения, а потом исследования. может быть, до конца доведем эту логику. Вначале революционные тройки расстреляют, а потом задним числом выяснится, что ошибочка вышла, что исследования показывают другое. Поэтому значит, михологемы, конечно, очень живы. Одно сознание Караганова свободно от них, а также от пережитков тоталитаризма. Отсюда еще одно предложение, говорит Караганов. Нужен закон, согласно которому чиновники, которые публично отрицают или вообще оправдывают преступления, совершенные в годы тоталитаризма, находиться на госслужбе не могут. Это же и есть ключевая вещь в десталинизации. Возникает запрет на историческую оценку. несовместимость этой исторической оценки с госслужбой. Но в чем прелесть подобных геббельсовских вполне процедур, я вам объясню. Она же не просто в том, что здесь написано, она в том, что из этого следует. Значит, чиновники всех уровней не могут выражать позитивную оценку советского прошлого. Всех уровней. Кто такие чиновники всех уровней? Это все, кто находятся в бюджетной сфере, то есть учителя и все прочие. Значит, это абсолютно тоталитарная процедура. Но ведь продолжим эту логику. А есть, предположим, коммунистическая партия, незапрещенная, входящая в Думу и занимающаяся общественно-политической деятелем. Предположим, что эта партия при определенном развитии событий войдет в коалицию и сформирует правительство. Что? Члены этой партии будут говорить одно на партийных собраниях и другое в качестве государственных чиновников? Но тогда их довольно быстро уберут из партии и они перестанут быть парламентариями. Кроме того, у них, наверное, все-таки есть какие-то убеждения. Значит, они не могут стать чиновниками, то есть парламент не может формировать правительство. А кто его должен формировать? парламентариями. И, наконец, ясно же, что кончится не этим, а запретом всех тех партий, которые хвалебно или объективно, как мы считаем, высказываются о советском прошлом. Значит, мы начинаем говорить о чиновниках, потом имеем в виду школьных учителей и всю бюджетную сферу, а затем осуществляем запрет разгон партий. То есть последовательно идем к тоталитарной диктатуре через борьбу с тоталитаризмом. Am I right, мистер Караганов? И, наконец, конечно, игрой большой играют памятники. Необходимо создать памятники мемориала жертвам репрессий, мемориалы должны быть в тысячах захоронений, надо решать вопрос мавзолеем Ленина, всему этому должно быть предваряется большой работой. Ну, сносите памятники, ради Бога. Но мы, граждане, имеем право скинуться и их построить. Нет. То есть вы наши памятники сносить можете, а мы ваши не можем. Почему? Потому что мы неравноправные граждане. Гражданское неравноправие и есть основа тоталитаризма. Если господин Караганов может снести памятник, который я поставил, а я не могу снести памятник, который поставил господин Караганов, то не только о национальном примирении, но и о национальном равноправии речи быть не может. Часть общества это изгои, чьи памятники будут сносить, но это же только начать. Сначала сносятся памятники, потом оскорбляются ценности, потом люди начинают возмущаться, их начинают подавлять, потом они переводят все эти ценности в личную жизнь, тогда в нее вторгается полиция, но так и строится тоталитаризм. Повторяю еще раз, ничего не стоит просто чихнуть и построить антисоветский тоталитаризм, так сказать, с пятиминутками ненависти, с десятиминутками ненависти, и просто видно, как Караганов к этому рвется, как каждая молекула его души обезумевшей рвется именно к этому. Но это же говорит не частное лицо, это говорит член Совета по гражданскому обществу и правам человека при президенте. Он же не в курилке это обсуждает, он статью пишет, эту статью читают в выборный год. Это вообще акт безумия или акт провокации, или акт того и другого. Сейчас все за себя общество фрагментировано, элита во многом признательно относится к массам, масса народа к элитам, при этом народу и элите после последних ста лет себя почти не за что уважать. Но если народу и элите в течение последних стали себя почти не за что уважать, то это конец. Народа нет, и элиты нет. Есть сообщество хамов, которым не за что себя уважать. Вы же договариваете, господин Караганов, не только себя, а своих отцов и дедов. вы должны перестать уважать свои семьи. Они пошли бы лучше куда подальше с вашими сентенциями в духе Орвала. Единственное, что можно по-настоящему гордиться, Великая Отечественная война, но ее объединительный потенциал со временем истощается. Как только господин Караганов начнется, будет осуществлять 10% того, о чем вы здесь сейчас уже понаписали, вот этого бреда, который вы из себя исторгли, никакой Великой Отечественной войны речи не будет, никто ей восхищаться не будет. Невозможно изучать Жукова и проклинать Сталина, потому что Жуков хвалит Сталина и так далее. А значит речь пойдет о том, что сначала будут уравнены и вы это уже делаете коммунизм с фашизмом, а потом окажется, что коммунизм хуже фашизма. И как-то так случайно несометно нацизм вы реабилитируете, не коммунизм осудите, а нацизм реабилитируете. И к этому уже идет. Мы внимательно видим, как это происходит. продвинутые немцы говорят по этому поводу. Нам надоело столько лет быть крайними. Побудьте теперь вы, пожалуйста. Общество не может начать уважать себя и свою страну, пока она скрывает от себя страшный грех 70 лет коммунизма, сталинизма, тоталитаризма. Опа! Вот оно модернизированное сознание. Страшный грех. Я так и вижу первородный грех. Когда человек с модернизированным сознанием говорит в терминах грех, то следующий его шаг, конечно, создать инквизицию ради спасения меня от грехов. С помощью чего? Как мы все знаем, с помощью аута дафе. Хорошая выдумка в начале 21 века под завывание о демократии. Когда народ совершил революцию, привел к власти и поддержал античеловеческий варварский режим, он совершил грех. Он позволил ему существовать и участвовал в самой геноциде, системно волнообразном уничтожении лучших своих представителей. Короче, народ греховен, а грех народа позволяет господину Караганову, который безгрешен с его отцами, дедами и всеми остальными. Начать этот народ, очищать от греха, что является квинтэссенцией тоталитарной процедуры. Квинтэссенцией. Ну, дальше, кого именно уничтожали? Голодоморы, коллективизация, интеллигенция, лучшие представители. Из-за этого страшного века большинство людей не знает своих прадедов, потеряла коренную связь со страной. это уже глюки. Это просто глюки. Докажите, большинство людей не знает своих прадедов. Может быть, вы их не знаете? Вы проводили социологические исследования, опираетесь на какие-то данные. Что это за коммунальная кухня? Помесь Кащенки с коммунальной кухней и агитпропом? Продолжать полускрывать от себя эту историю, неявно становиться соучастниками преступления. Если мы признаем до конца правду, мы останемся наследниками не лучшей части нашего народа и не лучшего в нашем народе. Не лучшая часть народа это какая часть лучшая, а какая не лучшая? Тут если бы это было написано в Америке, есть пунктов 8, по которым можно начинать юридический процесс. Но я не буду начинать юридический процесс против господина Караганова. Я хочу просто до конца показать всем, в чем цена нашей борьбы за историческое наследство и что уже сейчас люди вполне облеченные властными полномочиями, как им по крайней мере кажется, хотят навязать большинству не лучшие части народа. Это гитлеровская риторика. Это риторика социального, духовного геноцида. Потому что если эта часть не лучшая, то эту часть можно брать под опеку, а если она будет сопротивляться, то ее можно подавлять всеми способами и так далее. Ссылаться на ветеранов несостоятельный трусливый аргумент, тем более, что ветеранов чьи чувством могут пострадать остались единицы, наверное, не меньше осталось ветеранов, для которых это осуждение тоталитарного режима было бы величайшим счастьем. А давайте проверим. Если для подавляющего большинства сегодняшнего общества осуждение тоталитарного режима, как советского, является величайшим счастьем, давайте спросим ветеранов, а то Это же не так трудно узнать. Что значит, их осталось немало, это как бы прямо чувствую какую-то счастливую вибрацию в голосе господина Караганова, может, мне кажется. По-моему, их осталось еще достаточно много. Но при чем тут они? Вы считаете, что среди молодежи сейчас все хотят, так сказать, разоблачения культа личности Сталина очередного? Вы не считали социологические данные? В каком обществе вы живете? Что вы о нем понимаете? И нужно ли вам что-то о нем понимать? Ушло и поколение нежных прямой ответственность за уничтожение народа. Это здорово. А косвенно? А семьи? Вы, кстати, все архивы будете открывать? Вы точно на это решились? Вы не шутите? Вы меня поняли, господин Караганов? Нет? Боятся, что полное признание ужаса ГУЛАГа, полное раскрытие архивов несет вред престижу страны. Это не так. Компания полковичной памяти жертв тоталитарного режима может вызвать только уважение. Согласен. Вы ведите эту компанию. Ведите. Мы положим цветы могилам жертв. Ради Бога. Мы не только не хотим трогать то, что вам стало дорого сейчас или было дорого всегда, хотя вы это очень тщательно скрывали. Наверное, от самого себя. Иначе бы в партию не вступали, правильно? В преступную организацию бы не вступали. Так вот, вы это делаете, вы нас не трогаете. А мы вас. И вот тогда возникнет база для национального примирения. В противном случае вы предлагаете формулу примирения на коленях. А мы ее не примем. Потому что эта формула есть не формула примирения, а формула унижения и гражданской войны. Это вы разжигаете гражданскую войну заново. И это преступное деяние. Греховное, господин Караган. Мы по-прежнему воспитываемся в традициях ком-идеологии, поустудимся. А ведь в этот век были, когда Россия была первейшим, и даже первой державой Европы гарантом стабильности, был век русской культуры. Это вы сейчас говорите. Но как только начнется тотальная десталинизация, десоветизация, то начнут искать корни. Люди, вы слышите меня? 70 лет ваши отцы и деды совершали почему-то преступление, самогеноцид и все прочее. А в чем корни? Корни вашей рабской природе. А почему природа рабская? Потому что все время был тоталитаризм. Тоталитаризм Петра, тоталитаризм Играна Грозного. Значит, дальше вся империя окажется тоталитарной, российская. Потом окажется тоталитарное все русское царство. И так со всеми остановками. Это прямая логика. И мы видели ее, мы наблюдали ее в ходе передачи суд времени. Сначала Сталин, потом Александр Невский. Все негодяи. Потому что задача заключается в том, чтобы уничтожить всю историю. Под эти сюсю, под эти безумные глюки и под все прочее, надо расправиться с историей и с идентичностью народа. Народа, пытающегося сейчас вылечить поломанный хребет, и которому его снова надо сломать, раз и навсегда, во всех точках, до конца. Уже теперь тоталитарными способами, потому что иных-то по определению быть не сможет. Большинство уже сопротивляется модернизации своего сознания. Моисеев водил народ по пустыне 40 лет. 20 лет мы уже отбродили, говорят, когда-то. Если так же расстать им следующее, то можем из пустыни не выйти. Когда в Гоголе есть произведение, которое начинается почти трагически, окончается фразами «А у турецкого бея под носом шишка». И последнее. Я понимаю, что вызову неприятные эмоции, подрывающие привлекательность проекта, но любые усилия по восстановлению общественной морали и самоуважения обесцениваются проектом Ходораковского. Вы не вызвали у меня отрицательные эмоции, господин Караган. Вы смешны, глубоко смешны, как и весь тот класс, который вы представляете. Как весь этот жалкий класс, гниющий, прозябающий в постыдно-омерзительной роскоши посреди нищей страны, не знающий, как отвечать за свою полную политическую, административную, хозяйственную, экзистенциальную, метафизическую недееспособность и пытающийся снова заняться привычным делом так, как мальчишка, не познавший женщину, занимается любовью. Стыдно. Так стыдно, что дальше некогда. Но внутри этого стыда есть ведь и что-то серьезное. Люди. Досталинизация, досоветизация и прочее начиналась перед программой суд времени. Люди. Мы дали тогда бой именно потому, что знали об этом в полную меру. Люди. Мы не можем сражаться конституционно, законопослушно, спокойно за вас. А люди. Это рубеж. Господин Караганов, если мне не изменяет память, руководит Советом по внешней оборонной политике. Я спрашиваю людей, входящих в эту организацию. Люди. Вы готовы, чтобы я возглавлял господин Караганов? Это тест. Люди. Это тест. Господин Евгений Максимович Примаков. Я обращаюсь лично к вам и тем, для кого вы авторитетны. Вы не молоды. Вы входите в советскую элиту. На вас многие ориентируются. Вы спустите господину Караганову эту статью? Господа ученые с советским прошлым, директора, спецслужбисты, все, кто входит в совет господина Караганова, он останется после того, что он сказал председателям этого совета. Если да, то вы толкаете народ на новую десоветизацию, десталинизацию. Вы соглашаетесь на вторую перестройку. Вы не ставите общественных запретов на ее пути. Вы трусите уже заранее. Сами не понимаете от чего. Если же это не так, то завтра хотя бы председателем или кем-то это называется, руководителем этого ничего не значащего совета будет не господин Караганов, а кто-то другой. И вот тогда мы даем бой хотя бы на дальних поступах к этой десталинизации, десоветизации. А если вы сначала будете выражать свои восхищения по поводу моей гражданской позиции в программе «Суд времени» и в других, а потом сами прятаться под кровать, то вас настигнут с этой самой десталинизацией, десоветизацией. Растопчут вместе со страной и обрекут на жалкое, постыдное, кровавое будущее. Это можно было себе позволить. 20 с лишним лет назад, когда страна обезумела, но сейчас она входит в норму, сейчас идут совсем другие процессы, сейчас нет никаких оправданий тому, чтобы не вести себя граждански, достойно и спокойно. Я хотел бы верить, что в нашей элите есть люди, способные к такому поведению, что всему этому бреду будет положен предел и немедленно. Но если это не так, то речь идет не о какой-то чудовищно непреодолимой угрозе для общества, нет. Речь идет о том, что элита еще раз расписывается в том, что она коллективная шваль, и что она предоставляет народ своей участи, и народ, увидев это, имеет право спасаться сам. Теперь о том, как он в этом случае будет спасаться. Он будет спасаться абсолютно спокойно, иронично, не истерично. Ничего из этой десталинизации и десоветизации не получится. Этот номер уже не пройдет. Чем больше это вот такими методами начнут разворачивать, тем глубже будет противодействие. И наша задача в том, чтобы она была спокойна, с улыбкой на губах, чтобы очередная конвульсивная истерика, совершенно справедливая, в принципе, по основанию подобного рода фокуса, случайным образом не разрушила страну или не была использована для каких-то, так сказать, действительно поджигательских действий. Они хотят разжечь гражданскую войну, мы им не позволим это сделать. Этого не будет. Именно для этого и создается фонд, общество, виртуальный клуб в защиту нашего исторического наследия. Есть сотни форм подобной защиты. Никто сейчас не сумеет провести эту орловскую, антисоветско-сталинскую, так сказать, оргию ненависти. Нет для этого ни общественной ситуации, ни, так сказать, властной системы, ничего нет. Но это не значит, что отпор всему этому не должен быть дан. Потому что если отпор не будет дан, спокойно, иронично, на уровне именно гражданского общества, с использованием всех демократических возможностей, то это будет продолжаться. А каждый раз, когда это будет продолжаться, то люди с сознанием типа Караганова будут распаляться. У них, знаете ли, есть такое свойство – распаляться. Вот когда они распалятся по-настоящему, а те, кто должны давать им отпор, подожмут хвост, вот тут могут начаться любые фокусы. Любые. Потому что на самом-то деле, и это надо показать, вся эта борьба с коммунизмом, советским, там, сталинским и прочим наследием, конечно, является частью деятельности, всплывающей со дна большой неонацистской подводной лодки, которая и перестраивает мир, и которой нужно убрать последние препятствия, которая видит, что Россия осталась на карте мира, осталась как живая сущность, которая способна дать отпор их плану, и которая хочет уничтожить до конца Россию. За спиной людей, таких как Караганов и прочих безумцев, стоят, конечно, холодные, сильно скорректировавшие свою прежнюю идеологию, наставшие верными ее фундаментальным принципам человеческого неравенства, неонацисты. Они сейчас правят бал, они сейчас пытаются добить модерн и повернуть процесс в свою сторону. Это их звездный час. Это люди холодные и бесконечно жестокие. Караганов и прочие, это просто петрушки, которые устраивают танец перед началом главного представления. Люди, будьте бдительны и поймите, что стоит на кону, что ныне лежит на весах. У меня сейчас проходят спектакли вот в этом зале. Зал забит битком, люди сидят на ступеньках. Это мистерия, философско-метафизическая поэма в двух действиях, которая длится чуть ли не четыре часа с перерывом. После спектакля остается порядка сотни человек, которые задают мне вопросы до шести утра. Это люди, скромно одетые, не принадлежащие к этой самой элите, которую я сейчас очередной раз спросил. Элита, ты опять предашь свой народ? Эти люди, которые стоят в зале, к ней не относятся. Но они говорят на глубокие философские и физические темы, на очень изощренном языке, глубоко интеллигентном, говорящем о том, что они освоили очень и очень много. Это новая Россия. Это не Россия Караганова. Это новая молодежь. Россия очень живая страна. Я вполне могу давать спектакли на фестивалях в Авеньоне и Лидимбурге. Но я очень хорошо знаю, что там все гораздо более мертво. И не только потому, что это другой язык, а просто потому, что Европа на самом деле очень сильно слабеет, дряхлеет, теряет внутренний духовный темперамент. Прежде всего, это касается, конечно, центральной Европы, но и южной тоже. К сожалению, это так. Так вот, Россия очень живая страна с огромным интересом к происходящему, с огромным интересом к сложной духовной проблематике. И именно это говорит о том, что у России есть будущее. Будущее с вами, вы — соль земли, вы — настоящая элита, а не те, кто пишет вот такие идиотские опусы. Главное здесь разорвать с какими-то комплексами собственной неполноценности. В мире вообще как бы существует некий комплекс, согласно которому, так сказать, не быть богатым стыдно, быть бедным стыдно. Это распространяется не только на Россию. Это как последние лет 20-30 как бы стало таким всеобщеевропейским безумием. Очень сильно изменилась жизнь. Так вот, быть бедным не стыдно. Стыдно быть пошлым, глупым, алчным, безлюбым, бессострадательным. И, конечно, стыдно быть слабым. Вот сейчас очень стыдно быть слабым. Весь вопрос заключается в том, возникнет ненастоящая сила там, где она должна возникнуть. Вот в этих слоях людей, которые не перестали читать, которые знают сегодня гораздо больше, чем они знали 20 лет назад. Если в чем-то и есть оправдание произошедшему, то оно в этом. Еду из далекого южного путешествия как бы совсем далекого юга на юг Индии. И вижу русскую группу. Как-то всегда страшно, что это новые русские, и что они там каким-то образом сейчас начнут изъясняться так, что будет страшно, что ты, так сказать, слышишь все эти слова на русском языке. Не отсмотрю, сидят такие совершенно молодые, современные, юноши и девушки. Достоевские у них в плохой обложке. Они там что-то отчеркивают, читают, спорят. Спрашивают, что делаете? Говорят, путешествуем по всей Индии. Называют огромное количество мест. Путешествуют по самым дешевым, возможным образом. При этом вменяемые, интеллигентные, высказывают глубокие суждения по поводу страны и мира. Сколько таких людей? Как скоро они сумеют объединиться? Как скоро они, так сказать, расстанутся с комплексом неполноценности, согласно которому те другие — это элита, а они, так сказать, подножье, пыль у ног — это элиты? Как скоро они обретут идентичность и связь со страной? Как скоро они поймут, куда им двигаться? Вот в чем настоящая борьба сегодня. Борьба заключается не в том, чтобы сжимать кулаки и потрясать ими от ненависти. Борьба заключается в том, чтобы развивать начавшиеся контрагрессивные процессы, вот этот процесс духовного обновления, чтобы эти зачатки превратить в мощные тенденции, и чтобы сами эти тенденции были основаны на великой гордости за свою великую историю, за свое великое отечество. И тогда эти тенденции и повернут мировой процесс в нужную сторону. Тогда-то и спасется и Россия, и мир от этой всплывающей глубокого погружения нацистской метафизической, экзистенциальной, стратегической подводной лодки. Мы говорим о том, какие должны быть направления работы. Но вот это большинство, и этот его актив, который готов до шести часов утра спорить на философские темы, который вполне образован, и который вполне продвинутый, который никак нельзя назвать ни архаическим, ни демодернизированным, ни, так сказать, прочими безумными словами, который разительно отличается от этой самой элиты, и разговор с которым и есть человеческое счастье, потому что можно говорить на серьезные темы, с глубокими людьми, глубокими и глубоко заинтересованными. Как быстро этот актив освоит все что угодно, как быстро он создаст альтернативное образование, как быстро он освоит все высокие технологии, и будет ли интернет за ним или за его противниками, отдаст ли он интернет американцам или возьмет себе, как быстро он организуется, как быстро он поймет, что время кайфа прошло, и что надо действовать, действовать самим, не дожидаясь, пока тебя организуют, поставят в строй, направят куда-то. Поэтому вопросы о семинарах, связанных с освоением интернета, очень важны. Вопросы о развитии всего того, что связано с новым телевидением, для нас также важно. Это тоже направление нашей деятельности. И, конечно, ключевой вопрос, вопрос о школе. Это супер вопрос. А супер-супер вопрос, когда в России начнут формироваться мировоззренческие, единые, коммунные, интеллектуальные или другие, что кибуцы формировать можно, а нам нельзя, когда люди сдвинутся с места и начнут объединяться с себе подобными на мировоззренческих основаниях. И чем они займутся, объединившись? Они будут шизеть в сектах или они выйдут на большой простор философии, мировоззрения, духовной жизни, полноценной, нормальной духовной жизни. Вот если все это возникнет, тогда, может быть, у России и есть шанс на будущее, потому что произошедшее, конечно же, очень скверно. Ведь в чем суть затеянного Карагановым? И почему мы обращаемся ко всем, кому дорога Россия, с тем, чтобы поддержать сейчас защиту советских ценностей? Суть в так называемой черной дыре. У вас есть 70 лет. Эти 70 лет объявляются черной дырой. Много раз говорю, что я ненавижу любую аналогию между великим советским обществом, победившим фашизмом, и омерзительным фашизмом. Но даже если взять эту аналогию, то надо понимать, что фашистская дыра, дыра доносификации, длилась 12 лет. И мужчина, которому было 20 лет до того, как в 1933 году Гитлер пришел к власти, ему после того Гитлер ушел, было 32 года. Он был еще вполне себе молод. И единство дофашистского и постфашистского времени реализовывалось в пределах одной личности, одного человека, внутри его сознания. И то это был ужасный процесс. Ибо немецкая вина и впрямь была ужасна. Вина перед миром и перед самими собой. Ибо фашизм и впрямь был глубочайшей дегуманизацией, так сказать, глубочайшим преступлением перед человечеством. Но раз советские общества, советский народ, советская политическая система, советский строй спасли мир от нацизма, то они не могут быть так же ужасны, как сам этот нацизм, просто по определению. А значит, их приравнивание к нацизму есть на самом деле реабилитация нацизма, как я уже говорил. Но не это главное. Что будет, если эту дыру в 12 лет расширить до 70? Она непреодолима. Это и есть тот самый Воронеж. А вы-то откуда? Я из Воронежа. Нельзя преодолеть эту дыру. Это, дальше и говорят люди такие, как Караганов, антропологическая катастрофа. Антропологическая катастрофа – это неполноценный народ. Неполноценный народ требует опеки. Чьей? Понятно, что не Караганова. Ему так кажется, что Караган, потому что он такой же. Он тоже из Воронежа. Значит, это оккупационная система. Караганов и Ижеснип подготавливают модель оккупации от лица Совета Президента по правам человека и гражданскому обществу. От лица главы государства и Верховного Главнокомандующего. Опомнитесь, что вы делаете. Опомнитесь, тут должны все, не только господин Караганов. Я еще раз повторяю, выборы на носу, выборы, господа, или вы их отменяете. Но оставим в стороне выборы. Антропологическая катастрофа длиной в 70 лет это неполноценность и это, конечно же, оккупация. И все. Потому что дальше любители других периодов начнут искать корни катастрофы, скажут, всего чего же, это же и с немцами так было, какие особенности немецкого духа породили фашизм, какие особенности русского духа породили совок, как они отвратительно говорят. Они же найдут эти особенности, и тогда они будут давить все проявления этого духа на всех исторических периодах. А кажется, что вся история есть сплошная черная дыра. А что такое государство? Государство – это средство, с помощью которого народ – народ длит и развивает свое историческое предназначение. Нет исторического предназначения, нет народа. Значит, речь пойдет о демонтаже народа, о его распаде, а значит, о распаде государства. А распад государства плюс демонтаж народа означает, конечно, расчистку всех предпосылок для будущего геноцида. И если вам кажется, что это слишком долгий путь, то это не такой долгий путь. Если мы это не остановим, это совсем не долгий путь. Это можно сделать достаточно быстро. И в этом есть замысел нацизма по отношению к России. Но нацисты никогда не простят России то, что она победила Гитлера в 1945 году. И никогда не простят красный флаг над Рейхстагом, как Сербии никогда не простят сопротивление нацизму, как ее карают за это в ускоренном порядке, ибо нет ядерного оружия, так же карают и Россию. И ее будут карать до конца. Мы очень часто разговариваем не на том языке, мы пытаемся все время перебирать лидеров. Персонификация в политике это своего рода лудизм. Вот как лудиты, прошу прощения, лудиты когда-то боролись с машинами, вместо того, чтобы бороться с господами этих машин. Так сейчас пытаются бороться с персонами. Но давайте все-таки разберемся. Есть персона, есть система, есть лидеры, есть система, есть класс, на который опирается система, и есть общество. В идеале народ. Если система опирается на гнилой политический класс, а лидер опирается на систему, то с чем именно на данном этапе надо выяснять отношения. С персонами вам их заменят, а потом еще раз заменят. Но если вы оставите при этом не только систему, но и класс, который на нее опирается, то ничего не изменится. И в этом опыт последних 20 лет. Все так долго учились упражняться по поводу Ельцина, выявлять его персональные недостатки, выявили их, отсмаковали. Потом пришел другой человек, не наделенный этими недостатками. Все выдохнули с облегчением, сказали, ну теперь это запляшут лес и горы. Как запляшут? Если система осталась почти той же, а класс остался буквально один к одному, за редкими исключениями тем же, то что же изменится? Говорят, что же тогда делать? Ну, говорили и повторяли, надо строить альтернативную базу опоры. Альтернативную базу опоры. Другой класс. Как это можно построить класс? Мы вас спрашиваем, а Чубайзу сумел это сделать? Он этот мерзкий класс, который сейчас поедает страну, построил за 2-3 года. Значит, в принципе, это можно делать, но если можно строить гнилые и антинародные социальные группы, то почему нельзя строить альтернативные группы? Если можно строить группы регрессоров, то почему нельзя строить группы, занимающиеся контр-регрессором? Можно и должно. В противном случае противопоставить происходящему процессу что-нибудь всерьез невозможно. Невозможно. Процесс слишком в этом смысле далеко зашел. Мне когда-то вдруг это стало ясно после одного разговора с своим отцом. Он до 80 лет руководил кафедрой, потом оставил кафедру своему ученику и профессор преподавал до смертного часа. Я спросил папу уже, когда он оставил кафедру, ну как дела? Он говорит, да все замечательно, кафедра интересно работает. И все. Потом сделал паузу такую и сказал, знаешь, только одно чувство, что если бы студентов не было, то кафедра бы еще более интересно работала. И вдруг в этом маленьком примере я понял, что такое мутация, что такое форма, отрицающая свое содержание. Кафедре не нужны студенты. Давайте продолжим. Кафедре не нужны студенты. Институту, отвечающему за взрывохранение, не нужны больные и врачи. Давайте еще добавим слово. Они являются для этого института обременением. Институту, отвечающему за оборону, не нужны солдаты и офицеры. Институту, отвечающему за народ, не нужен народ. Элите, отвечающей за человечество, не нужно человечество. Вот это и есть макромутация. Форма начинает пожирать свое содержание. Срабатывает закон превращенных форм. В России это слабое звено в цепи превращений, которые сейчас распространяются по всему миру, и уж по крайней мере по большей части западной цивилизации. Это не наша болезнь, просто она у нас протекает в самых острых и ужасных формах. Это тяжелая болезнь, это не насморк, не воспаление легких. Это совсем тяжелая макросоциальная болезнь. Кончится она может только обрушением общества и государства. Преодолеть ее, если и можно, то только за счет нетривиальных действий, за счет таких действий, которые не имеют ничего общего с тривиальной политической борьбой. Ибо политическая борьба это прекрасное лекарство в тех случаях, когда болезнь размещается в диапазоне между насморком и тяжелым воспалением легких, тогда, пожалуйста, антибиотики и все остальное, политические средства, очень хороши и нужны. Их надо применять своевременно. Но в условиях, когда болезнь зашла так далеко, а запустили ее, довели ее до этой степени, сами люди, в июне 1991 года, проголосовавшие за Ельцина большинство, не было картотекой ЦРУ. 28-й съезд КПСС не состоял из картотечных царушных агентов, а он лизал руки своему убийце Горбачеву. Капиталистический соблазн в его самых грубых и неприкрытых формах грубоко въелся вплоть в социальную жизнь и отдал в руки чудовищным монстрам страну, которые сломали хребет и кинули ее в регресс. А теперь этому надо противостоять. Этому противостоять надо каждый день в условиях непрерывного, скромного, хорошо организованного социального подвига. И надо восстанавливать те уровни понимания своего исторического прошлого, которые, может быть, ни один народ еще до конца не прорабатывал. Вот нас сделали так, как никого другого. Если мы хотим ответить и по-настоящему ответить на то, что было сделано, нам нужна такая глубокая, страстная, системная проработка, которую ни один народ еще не осуществлял никогда. Я вновь возвращаюсь к вопросу о модерне и его производном. Я не могу не обсуждать статью господина Караганова, не могу не отвечать на то, что происходит сегодня. Меня не поймут, если я не отвечу. Но я действительно призываю всех собравшихся подумать над одним. В какой степени внутри России есть драгоценности, связанные с альтернативными моделями развития? В чем мы альтернативны? Не надо думать о своем исключительном особом пути, ибо свой особый путь сегодня уже недостаточен. В чем глобальный путь, который мы указывали миру? Только ли в коммунизме? Есть ли более глубокие уровни, на которых мы сделали великие открытия? И почему эти великие открытия растоптали? Почему опять Караганов предлагает их растаптывать снова? Не потому ли, что эти великие открытия миру, человечеству, гуманизму нужны сегодня больше, чем когда бы то ни было? Потому что все, что было альтернативой этим открытиям, гибнет, гибнет великий проект модерн. Он устает, он вянет, он угасает, ему помогают угаснуть гораздо быстрее. Он, может быть, мог бы продержаться еще 20-30 лет, но его добивают, добивают ускоренно, потому что он тоже кому-то мешает. Но в этой ситуации наш опыт становится уже безальтернативным. Мы были бронепоездом на запасном пути человечества, двигающегося историческим путем, путем прогресса и гуманизма, но теперь не мы бронепоезд на запасном пути, и не запасен наш путь. Наш путь только сейчас становится основным. Сейчас, когда мы слабы, как никогда, только сейчас мы можем либо указать новые ориентиры себе и человечеству, либо сгинуть самим и вместе с человечеством. Так что же внутри вот этого ахаевого советского наследства так важно? Что является приоритетным внутри него? Почему его нельзя отдать на поругание? Только ли потому, что оно наше, что мы любим наших отцов и дедов, что мы хотим сохранять историческую идентичность и быть народом? Конечно, и этого было бы более чем достаточно, но есть и нечто большее. Вопрос не только в советском этапе нашего развития, который дал великие результаты, беспрецедентные, не имеющие мировых аналогов по скорости и глубине. Вопрос в том, почему это советское было принято и потому, что, как пишет Караганов, не лучшая часть народа, мобилизовав в себе все арабское и скотское, пусть встала на путь самогеноцида, а потому, что Россия на протяжении всего предыдущего этапа шарахалось модерна, то есть даже от легитимированного, легитимизированного, так, точнее сказать, легитимного варианта, вот так, точнее всего, существования буржуазного общества, она его не принимала. Она от него шарахалась на протяжении 19-го и 18-го столетия. Значит ли это, что она существовала в рамках традиционного общества? Нет. Петр великий человек, но он сильно наломал дров, и батюшка его наломал, и предшественники. Россия с привычкой, как душой держав, с традицией, которая является одним из способов регулировать общество, разорвала давно, очень давно. И Россия не встала на путь закона, ибо главный регулятор великого проекта модерн это закон. Модерн регулируется писанным законом, Наполеоновским кодексом. Закон это великая сила. Россия не взяла правовой барьер, это, конечно, прискорбно, но это глубоко исторически обусловлено. Но что же произошло тогда, уж по минимуму с Петровским и послепетровским обществом, а вовсе не с советским, на протяжении столетий, когда общество как-то регулировалось и ведь быстро развивалось, как тут с луживыми восторгами восклицает господин Караган, ведь действительно развивалось, что произошло с Россией, как она могла быть обществом и развиваться в условиях, если традиционные регуляторы, привычка, душа держав, были сломаны Петром, да и в допетровский период, а закон регулятором не стал именно на этом этапе великим регулятором для нашего общества, нашего народа, нашего мира, нашей альтернативной глобальной цивилизационной системы стала культура. Говорить просто о том, что у нас особый путь сейчас категорически недостаточно, но как именно культура осуществляла регуляцию, не закон, как в обществах модерна, и не традиция, как в обществах премодерна, а культура, как она осуществляла регуляцию, и почему сегодня опыт этой регулятивности, а именно за счет нее возник и советский опыт развития, является бесконечно важным для человечества, находящегося в состоянии медленно, но неумолимо развивающейся катастрофы. Почему этот опыт драгоценен, и что он такое по существу? Давайте в следующий раз начнем именно с этого, потому что нельзя же в конце концов заниматься только караугановыми. помните, как было сказано в великой пьесе «Горе от ума». Мне всегда хотелось сыграть эту последнюю сцену из этой пьесы, потому что мне кажется, что все ее играют неправильно. Он говорит «Безумным вы меня прославили все хором! Вы!» И вдруг он говорит «Правый! Из огня тот выйдет неведердим, кто с вами день проверь сумеет, подышит воздухом в одним и в нем рассудок уцелеет». Я с такими, как Караганов, не день один провел, я больше 20 лет провожу в этой социальной среде и горжусь тем, что рассудок у меня, тем не менее, уцелел. 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 Уцел. Уцелел.